Друзья, всем привет! Это второй выпуск рубрики с фоткой тут. Если вы не смотрели первую, переходите по ссылке, которая будет первая в описании. Мы не будем тянуть, я вам покажу место, которое вы наверняка еще не видели. Если вы новичок, то, пожалуйста, приходите. Если вы уже супер профессионал, которому все надоело, то тоже будет интересно. Вперед! Я позволю себе взять интервью сегодня у Александра Третьякова, совладельца барбершопа Доберман. Я раньше не виделась здесь этого места. Когда открылись? Открылись 15 апреля. Кто именно придумал данный стилистик? Мы нанимали дизайнера, он нам все делал и саван. Но придумался я, вначале. Вообще, на самой этой локации, именно как для фотографов, значит, обратите внимание, что у нас имеется стеклянная дверь и большое довольно-таки окно, что позволяет снимать с естественным светом. Плюс у нас светлые стены, соответственно, все отражается и довольно мягкий свет здесь и есть. Дальше идем. Есть клевый кожаный диван. Все в таком лофт-стиле. Чем мне нравится, чем не нравится. Чем мне нравится это место, помимо всего прочего, здесь реально клевая атмосфера, дружеская, то есть можно прийти, поболтать и поиграть. У меня-то дома нет Sony PlayStation. Ну все, мне, в принципе, без разницы на видео. Пятый. Пятый Sony PlayStation. Пятый. Вырубайся, мы приезжаем. Велосипед снова хотел сказать. Есть мотоцикл Днепр, как нам сказал Саша, хотя он очень похож на какой-то Harley Davidson или что-то вроде того. Что мне очень нравится, здесь реально много всяких деталек. Разные спидометры, какие-то еще у нас тут датчики масла и всего остального. То есть такие вот штуки прикольные стоят. Реалитетные магнитофоны. Плюс, если вы будете снимать вечером, то довольно много лампочек, которые могут создать некую атмосферу. Интересно. Опять же, светящийся логотип Добермана. Очень классно смотрится. Интересно. То есть можно использовать вот эти вот стулья такие барные. В общем, мне здесь очень нравится. Я обязательно сюда вернусь. Вы можете прийти и провести эту съемку в очень такой приятной и дружелюбной атмосфере. То есть вам он будет сделать чай, кофе. Можно поиграть будет немного. Можно будет реально посидеть, поболтать. Есть очень клювые ребята, все работают. Ребята и девушки. В общем, ребят, находится Доберман по адресу улица Аврора, 150. Вы, в принципе, не ошибетесь, потому что здесь большущий логотип, надпись. Плюс еще вот такая доска, на которой я не знаю, что будет написано, когда вы сюда придете. Сейчас здесь как раз-таки информация об акции. То есть это пересечение Антона Овсиенко и Авроры. На мой взгляд, очень удобное место в плане транспорта. Здесь можно как припарковаться, так и на общественном транспорте доехать. Приходите, делайте свои кадры. Ставьте плюсы, если вам понравилось. Пишите в комментариях, какое бы место вы хотели, чтобы мы осветили в следующем выпуске. Постараемся делать это почаще, интереснее, подготовленнее. Внимание для тех, кто подумал, что «Эй, что за фигня? Где заброшка?» Ребят, мне подразумевалось, что будут все выпуски о заброшках. В целом, об интересных местах, в данном случае, это, можно сказать, рубрика «Куда пойти?» Если на улице дождь или, как сегодня, холодно, и вы не хотите идти в студию. Это, пожалуйста, полно подобных мест. Но это самое клевое, в том плане, что еще его не успели облюбовать другие фотографы. И будьте одними из первых. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok